С 27 ноября 1941 года по 2 января 42-го город Рязань находился в осадном положении. Для защиты города соорудили несколько линий обороны. Вырыли шесть противотанковых рвов. В районе завода Сам, на Московском шоссе, Касимовском шоссе и самый протяженный находился в районе улицы Высоковольтной. Тогда это была окраина города Рязани в 41-м году. Тогда здесь проходил противотанковый рвов. Самый большой противотанковый рвов в Рязани, порядка 600 метров. Он шел от МАГЭС, здесь заворачивал, здесь был кирпичный завод и шел ко второй Рязани, чтобы защитить как раз железнодорожный узел от вторжения немецко-фашистских захватчиков. Здесь, на этом месте, в день скорби и памяти решили установить знак, который будет напоминать грядущим поколениям о подвиге предков. Это очередной шаг к тому, чтобы насытить Рязань памятниками военной славы, чтобы мы наконец получили звание города-героя. Мы давно, уже сто лет назад, должны были получить ее, потому что тысячелетняя история наша говорит о том, что Рязань, Рязанская земля – это щит Родины нашей. Принято считать, что Рязань не так сильно пострадала от войны. Но как было на самом деле? По обрывкам архивов, воспоминаний и записей собирают в единое полотно истории краеведы. Оказывается, что Рязань героически стояла на рубеже обороны. Для меня, честно говоря, некоторые моменты были шоками, потому что мы не знаем практически историю Рязани в год Великой Отечественной войны. Считают, что война была где-то там, а война-то была как раз здесь. И Рязань бомбили. И до Рязани оставалось всего 30 километров. Это совсем небольшой, это один танковый бросок, и Рязань была бы взята. Вот это только благодаря, не приукрашивая мужеству, у рязанцев, которые ежедневно 15-20 тысяч рязанцев выходили на сооружения, оборонительных сооружений города Рязани, противотанковых рвов, окопов, огневых позиций. Вот Рязань, она не только была взята, просто немцы и не подумали брать Рязань, потому что считалось, что Рязань – высокоэшелонированный, укрепленный пункт. Памятный знак установили по инициативе Рязанского регионального общественного фонда «Содействие патриотического воспитания граждан служу Отечеству» при поддержке спонсоров. Это второй тематический памятный знак. Первый был установлен в декабре 2017-го на московском шоссе у речки Павловки. В планах установить третий подобный знак в районе Мервина. Люди, сторожилы, историки, архивисты, краеведы. Воспоминаниях сторожилов, которые, слава богу, сейчас остаются, где бомбы падали, где люди гибли, где ров был противотанковый, как здесь, да? Это вот как раз сторожилы нам показали это место. В этом году открыт цикл экскурсий «Рязань фронтовая». Группа историков и краеведов составлена карта. На ней отмечены все места, так или иначе, связанные с историей Рязани в годы Великой Отечественной войны. Пройти по улицам города и посмотреть на знакомые места через другую призму, наполнив их памятью о страшном и великом времени, благодаря этой карте и экскурсии может каждый из нас. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».